Сегодня мы тренируем английский на слух с фильмом Гарри Поттер и Тайная комната. Первый эпизод встречи с Добби. Погнали! Сначала смотрим весь кусок без субтитров, тренируем наши listening skills, а потом разбираем. Погнали! It is difficult, sir. Добби wonders where to begin. Why don't you sit down? Sit down? Sit down? Добби, shush, I'm sorry. I didn't mean to offend you or anything. Offend, Добби. Добби has heard of your greatness, sir, but never has he been asked to sit down by a wizard. Like an equal. You can't have met many decent wizards, then. No, I haven't. That was an awful thing to say. Bad, Добби! Stop, Добби! Bad, Добби! Dобби, shush! Dобби, please! Stop! Oh, don't mind that. It's just the cat. Bad, Добби! Stop, Добби! Please be quiet. Are you all right? Dобби had to punish himself, sir. Dобби almost spoke ill of his family, sir. Your family? The wizard family Dобби serves, sir. Dобби is bound to serve one family forever. If they ever knew Dобби was here. But Dобби had to come. Dобби has to protect Harry Potter, to warn him. Harry Potter must not go back to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry this year. There is a plot. A plot to make most terrible things happen. What terrible things? Who's plotting them? Oh, he can't say. Okay, I understand. You can't say. Dobby, Dobby, put the lamp down. So, when they arrive at the ninth hole... Give me the lamp. Dobby, stop. Please, please, stop. Oh! Get in there and keep quiet. What the devil are you doing up here? I was just... You just ruined the punchline of my Japanese golfer joke. Sorry. One more sound and you'll wish you'd never been born, boy. And fix that door. Yes, sir. See why I've got to go back? I don't belong here. I belong in your world. Hogwarts. It's the only place I've got friends. Friends who don't even write to Harry Potter? Well, I expect they've been... Hang on. How do you know my friends haven't been writing to me? Harry Potter mustn't be angry with Dobby. Dobby hoped if Harry Potter thought his friends had forgotten him, Harry Potter might not want to go back to school, sir. No. Give me those. Now. Now! No! Dobby, get back here. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь давайте поработаем над грамматикой, лексикой и всем, что сопровождает вот этот вот эпизод. Поехали! Наша цель какая в итоге? Добиться того, чтобы мы понимали всё без субтитров. Потому что субтитры – это как костыль. Мы их установили и читаем. Задача жив – понимать. В оригинале речь, соответственно, как мы можем понимать это в русском, то же самое в английском. И это мы сегодня отрабатываем. Итак, активируем субтитры и рассмотрим, что же здесь у нас было. Погнали! Итак, что мы здесь видим? Слово первое «она» у нас идёт. Обратите внимание на произношение. Никакой буквы «h» у нас здесь не стоит. Соответственно, у нас будет... Мы записываем теперь в Quizlet это слово. «Она». Причём очень интересное правописание в американском и британском. Вот у нас, да, «честь» выходит. Это и есть «честь». И это US English у нас в субтитрах написано. Однако, если мы напишем «она» с «you», это уже у нас британская версия. UK English. United Kingdom. The United Kingdom. «Честь», да, таким образом. Дальше, следующий момент интересный в этом, в этой фразе. «Such an owner». Здесь у нас усиление идёт. Такая честь. Есть разница грамматическая между so и such. So перед прилагательными мы только используем. Ну, например, so honorable. Такое вот благочестивое прям. А such and ona – такая честь. Так как она – это... Так как она – это существительное. Окей, погнали дальше. Who are you? Классический вопрос. Кто ты? У нас who – вспомогательное, вопросительное слово. Вопросительное слово. Who are you? Кто ты? Dobby, sir. Sir – это уважительное обращение к мужчине. Как мы знаем, обычно это состояние authority такое. То есть тот, кто выше нас по рангу, например. К президенту мы можем так обращаться. Соответственно, в Британии вот эта вот лестница, иерархия социальная, очень сильно проглядывается в языке. В американском версии, где все, в принципе, неформально друг к другу обращаются, sir используется менее часто. Dobby – домовой. Not to be rude or anything. Rude. Давайте добавим это слово также. Rude. Это грубый, невежливый. В принципе, это слово равно impolite. Polite – вежливый, impolite – невежливый. Not to be rude or anything. Не хочу показаться грубым. But this isn't a great time for me to have a house elf in my bedroom. Идёт у нас отрицание. This isn't a great time. Это неподходящий момент. Вообще, time – это время, но по контексту неподходящий момент для меня, чтобы был house elf, домовик, в моей bedroom. Спальня. Составное слово bed плюс room. Получаем bedroom. Базовая грамматика Dobby understands есть урок по present simple в утверждении, где мы как раз отрабатываем это окончание s. Ну, это самая-самая база. Это первый урок для тех людей, которые только начинают свой путь в английском. Добби понимает. Добби пришёл, и у нас здесь идёт результат. Добби показывает. Используется время present perfect. Его модель, напомню, subject плюс have, has, плюс глагол в третьей форме. Вот Добби – это he, да, соответственно, he has come to tell you. Пришёл, чтобы рассказать вам. Tell, told, told – рассказывать кому-то. It is difficult, sir. Добби wonders where to begin. It is difficult. Difficult, hard – это сложно. Да, это сложно, sir. Wonder – очень классный глагол для уровня B1, переходящий в B2, для кого, в общем-то, урок идеален будет. Wonder – это задаваться вопросом. Видите, как интересоваться, задаваться вопросом неким. Вот так я вам напишу, да, вот задаваться вопросом, здесь мне подсказочка подходит. Таким образом, чтобы такой вот мостик построить, мы говорим I wonder where have you been. Вот мне интересно, где же ты был. Соответственно, I wonder – мостик, классный, используем его в своей речи. Добби задаётся вопрос, вот думает, не может решить where to begin, где начать, откуда начать. Также в этом же первом уроке мы использовали глагол start, а его полный синоним – begin, begin, began – неправильный глагол начинать. Здесь у нас используется вопрос через отрицание. В русском мы также говорим, почему вы тебе не присесть. В английском то же самое. Why don't you sit down? Почему бы не присесть? Sit down – сесть вниз. Базовый, фразовый глагол, который ученики в школах, как правило, знакомятся с уроков английских. Если, конечно, учитель говорит по-английски со своими студентами. Sit down, please. Садитесь, пожалуйста. И здесь Добби переспрашивает. Присесть. Присесть. Sit down. Sit down. Добби, I'm sorry. Добби, я прошу прощения. I did not mean. Mean у нас идёт в значении хотеть здесь. Вообще, что мы знаем про глагол mean? Это и иметь в виду, значит, и ещё вот здесь третье значение. Здесь хорошо по уровню, переходящий от B1 в B2, узнать это значение. Я зафиксирую три формы глагола. Mean, meant, meant. Первое. Иметь в виду. Второе. Значит. И третье. Хотеть. I did not mean. Я не хотел. Тебя offend. Тоже супер нужное слово на этом же уровне. И ещё у нас есть insult. Offent. Insult. Обижать. Оскорблять. А вот герой Хагрида как раз использовал в первой части глагол insult. Never insult Albus Dumbledore. Он там сказал Дурслем. Никогда не оскорбляйте Albus Dumbledore. Таким образом. I did not mean to offend you or anything. Я не хотел тебя обидеть, либо что-то вот в таком духе сказать тебе не то. Offent, Dobby. И он переспрашивает. Offent, Dobby. Обидеть, Dobby. Dobby has heard of your greatness, sir. Окей. Результат снова у нас идёт, что Добби слышал. На данный момент у него есть результат. У Добби время present perfect. Добби слышал of your greatness. И здесь классное словообразование от слова great – это великий, а greatness – это такое величие у нас идёт. И, соответственно, вот можно же картинку какую-то такую поставить. Кстати, вот это словообразование я встречала в ЕГЭ. И там нужно было из great – greatness сделать. С первого раза студенты, как правило, не отгадывают, поэтому это слово нужно добавить себе в лексику, чтобы уже различать то, что там greatness есть. Такое словообразование. Окей. Dobby has heard of your greatness. Слышал о вашем величии, sir, везде он добавляет, да? Что здесь у нас происходит? На самом деле вот в этой строчке but never has he been asked идёт навороченная грамматика и ещё и с инверсией. Инверсия – это единственная, одна из двух вообще с тем, которая проверяется на уровне c1 и выше в грамматике по кембриджской системе проверки. И здесь, соответственно, у нас he has been asked – это у нас идёт прямой порядок слов, а never has he been asked – это такой инверсии порядок слов. Таким образом, мы пока не будем на этот фокус, что урок на B1, B2 делается. Пассивный залог здесь у нас идёт в перфекте, но его никогда не просили. To sit down, снова присесть. By a wizard. Вообще вся эта история про Гарри Поттера, это ключевое слово, потому что wizard – это волшебник у нас. Запишем его тоже. Like an equal. И вот это прям словообразование классное мы запоминаем. Equal – это равный. Дальше что мы делаем? Добавляем в нашу коллекцию equality. Это 100% попадается в EG. Ну, в OG возможно, но всё-таки не так часто. Equal, equality. Запоминай. Окей? You can't have met many decent wizards then. You can't have met many decent wizards then. И что у нас здесь? У нас идёт тема модальных глаголов can't. Он в отрицании используется, когда мы сильно уверены. То есть, есть такие модальные глаголы с сильной либо слабой уверенностью. May, might, could – это за сильную, вернее, sorry, за слабую уверенность отвечает, в то время как can't или must утверждений – за сильную уверенность. И, соответственно, здесь Поттер говорит, что с большой долей вероятности он может заключить, что доби не встречал many decent wizards. И decent – классное слово wizard, дублируется, да, это волшебник, мы уже знаем. И decent – это, в принципе, прилагательное, которое показывает все хорошие качества человека, приличный, порядочный. В принципе, good man – это a decent man, но a good man – это базовый набор слов, а decent – это уже прям классное, по уровню такое B2 слово. Дальше погнали. Вот здесь часто сложности возникают, когда мы с студентами тренируем этот кусочек на слух. Соответственно, он быстро проговорил – вместе произносится, поэтому challenge такой у студентов возникает. Awful – ужасный, отвратительный, у нас есть два слова, как awesome – потрясный, классный. Awful – отвратительный, как terrible. Ну, давайте напишем с вами awful. Пускай он будет. Awful – я думаю, что вы знаете уже, как слово terrible, можно вот так вот еще писать, равно terrible. Было отвратительной вещью так сказать, так это было ужасно так сделать. Without any translation, I think, не нужно здесь переводить. Oh, don't mind that, it's just the cat. Don't mind that. Mind – это вообще возражать что-то. I don't mind, я не возражаю. В данном случае у нас идет don't mind that, не обращайте на это внимания. Don't mind that, it's just the cat. Это просто кошка. И артикль The Uncle Werner здесь ставит конкретная кошка, которая в их доме, то есть их типа питомец. The cat. Have to – это у нас околомодальная конструкция. Have to – по переводу должен, вынужден, приходится, нужно. Он в утверждениях и в вопросах равен must. Однако must в прошедшем времени с значением должен – нет. И таким образом только have to конструкция используется во времени, в прошлом времени. Вот поэтому для этого нам нужно знать все вариативные элементы в английском, чтобы при определенных условиях использовать нужную версию. Итак, Dolby had to punish himself. Punish мы записываем. Punish – наказывать. И дальше делаем словообразование punishment – наказание. Легендарный роман Достоевского – преступление и наказание. Crime – преступление. Таким образом, Dolby had to punish himself. Himself тоже можно обратить внимание, напомню вам, что это возвратные местоимения. I меняем на myself, he меняем как раз на himself, she – herself, it – itself. You – два варианта внимания. Это может быть либо yourself, либо yourselves. Здесь единственная разница в английском между ты и вы. Соответственно, ты – это yourself, во множном числе вы, ребята, делайте это сами. На ребят действие возвратное yourselves будет. Дальше we – ourselves, только во множном числе, и they – themselves. Доби должен был наказать себя, сделать действие, направленное на себя. Sir – sir. Доби almost spoke ill of his family, sir. Окей, speak ill – здесь добавим коллекцию наших слов сегодняшнего урока. Speak ill – это дурно отзываться, плохо отзываться о ком-то. Speak ill – почти что. Almost, нелый – два слова, означающие почти. Доби почти плохо отозвался о своей семье, sir. Your family. The wizard family. Dobby serves, sir. Твоей семье. The wizard family. С семьей волшебников, которые, который Dobby serves, служит, sir. Dobby is bound to serve one family forever. Dobby is bound to. Bound to – это как должен. То есть, здесь тоже вариативная цепочка. У нас, как можно сказать, можно сказать, Dobby must serve one family. Либо Dobby has to serve one family. Либо Dobby is bound to serve one family. Быть вынужденным, быть обязанным. Forever. Навсегда. If they ever knew Dobby was here. Здесь у нас идет первая часть вопросов с if close. То есть, это conditional, условные предложения. Если они, ever knew, когда-либо узнали, что Dobby был здесь, идет второй тип условного. Это такой гипотетический тип условного предложения, который показывает нашу вот такую вот вышечку про будущее, либо про настоящее. То есть, мы гипотетически размышляем о событии. Если бы они узнали, что Dobby был здесь, они бы там, не знаю, меня повесили бы, они бы меня убили. They would, уже во второй части будет. Would kill me, например. Здесь он не говорит вторую часть. Снова у нас здесь идет вот эта вот конструкция вообще у Dobby, да, это вот превалирует, эта конструкция вынуждена, то есть, я не мог не сделать, я должен так сделать, потому что, по сути, здесь идет проекция такое на рабство, slavery. Dobby has to come, он должен был прийти, Dobby has to protect, protect, защищать, давайте мы его запишем, это тоже словообразование из этих глаголов, есть еще глагол defender, берем тушечку, потому что потом студенты его используют везде, защищать, защитить, дальше у нас словообразование идет protection отсюда, protection и defense, причем defense очень интересно, по-британски это будет писаться вот так, это UK, а по-американски будет писаться с S, defense, видите, подчеркивает, потому что здесь настроен на британский, и это защищать, защита, защищать, у нас идет защита, окей, так, Dobby has to protect Harry Potter, Dobby должен защитить Гарри Поттера, to warn him, тоже нужный глагол, warn, зафиксируем, это предупреждать, и дальше тоже словообразование, в ЕГЭ это на каждом десятом, наверное, задании встречается, предупреждение, warning, все, знаем теперь, to warn him, приду, придить его, до встречи, идет четкий запрет, Harry Potter must not go, то есть, это когда четко, нам нельзя что-то делать, ну, например, нельзя заходить в магазин с одеждой, с мороженым, you mustn't come into the shop with your ice cream, Harry Potter must not go, go back, возвращаться, back to Hogwarts school of witchcraft and wizardry, и здесь у нас идет полное название школы, не просто to Hogwarts, а просто целая, to Hogwarts school of witchcraft and wizardry, школа чародейства и волшебства, от wizard у нас вот идет такое словообразование, wizardry, но в отличие от там у нас слов, то, что было protect, protection, wizard wizardry, встречается словообразование очень редко, поэтому, пожалуй, не буду добавлять. Окей, плот, вот это слово я часто использую в другом значении, в разговоре со своими студентами, это как сюжет некий, первое значение это сюжет, а во втором значении используют его доби, это заговор, и вот здесь как раз здесь не сюжет у нас идет, а заговор, есть предметы в пространстве, это обороты, there is, there are, there was, there were, вообще в целом это называется, there plus be, вот есть заговор, заговор, чтобы совершить, to make most terrible things happen, совершить самые ужасные вещи, дела, идет превосходная степень, terrible это уже у нас в два слога слова, terrible, more terrible, the most terrible, хотя странновато звучит, мне кажется, это было уже ужасно, можно было, to make terrible things happen, они самые, да, вот прям ужасающие, фокусируют еще внимание здесь доби, next, what terrible things, какие ужасные вещи, who's plotting them, тоже plot, замышлять, who is plotting them, кто замышляет их, не могу сказать, физически не могу, запрет у меня идет, не могу сказать, can't, физически, да, то есть, если когда мы говорим, I can't run, я могу бегать физически, если I can't run, не знаю, мышцы у нас болят, я физически не могу бегать, и вот здесь доби физически не может сказать, окей, I understand, you can't say, окей, не понимаю, ты не можешь сказать, доби говорит, не заставляй меня говорить, put the lamp down, поставь лампу вниз, да, как это sit down у нас было, то же самое put down, вообще, фразовые глаголы имеют, логическую такую вот суть, в себе put down, поставить низ, здесь такой анекдот, вырванный из контекста, так, когда они приезжают, здесь очень интересный момент, survive at, я вам даже, пожалуй, запишу, две строчечки, arrive у нас идет in, это приехать в некое большое место, что приехать, в крупное место, что значит в крупное место, это может быть город, такой большой, либо страна, это будет arrive in, если же мы используем предлог, как здесь у нас, в эпизоде и с Поттером, arrive at, это приехать в некрупное место, место, вот так, здесь, соответственно, when they arrive at the ninth hall, когда они приезжают к девятой, вообще, hall, это дыра какая-то у нас, в данном случае, вроде бы, про гольф, соответственно, вот, вот в этой, вот в гольф, как играют, лунка называется, вот вспомнила, в девятой лунке, дай мне лампу, конкретную лампу, артикль, это вообще самая боль всех студентов, даже уже с крутым уровнем, потому что у нас в языке этого нет, запомните, что перед каждым существительным, в единственном числе, все, должен стоять артикль, дай мне конкретную лампу, ту лампу, о которой сейчас идет речь, за которой они борются, и будь молчаливым, то есть quiet это тихий, спокойный стена концепт, потому что у нас есть еще quiet, когда с и на конце, то есть вот эти вот последние две буковки, меняются, это уже pretty rather quiet, достаточно, перед прилагательным используем, what the devil, какого дьявола, devil это дьявол, ты делаешь здесь наверху, are you doing, это действие в данный момент, то есть начал поттер и не закончил, то есть ты сейчас здесь занимаешься, you just ruined, ruin это как руины у нас, то есть это разрушать, в целом тоже это не всегда правильно переводят, ruin, давайте раз добавим, разрушать, портить, и дальше у нас идет классное выражение, punch line, это как всю развязку он, кульминационный момент, концовка, шутки, анекдот, он рассказывал некую шутку, и соответственно, поттер нарушил всю, разрушил эту всю шутку, punch line, вообще вот здесь нужно знать, как, конечно же, национальности звучат по-английски, Japan это Япония, Japanese японский, China, Китай, Chinese тоже, и, 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 китайский, Portugal, Португалия, Portuguese португальский, голфа-джерк, sorry, one more sound, and you wish you'd never been born, one more sound, еще один звук, and you wish, и ты пожелаешь, чтобы ты, you'd never been born, здесь мы видим born, это вообще глагол be, або born, это терпеть, выносить, ну и как мы говорим, рождаться, у нас идет, соответственно, be born, это идет конструкция для, я родился где-то, например, I was born in Moscow, you'd never been born, что ты никогда не родился, то есть это у нас идет past perfect, в пассивном залоге, соответственно, вот так вот он выглядит, you'd never been born, бой, парниша, I'm fixing that door, fix that door, давайте запишем еще некоторые варианты, у нас есть fix, есть repair, и есть мэнда, вот эти три глагола у нас, чинить, ремонтировать, то есть он говорит, и почини эту дверь, в российском реале есть такие фиксики, да, ребятам, соответственно, вот это отсюда у нас идет с английского, да, сэр, тоже очень вежливо он говорит, see what I've got to go back, видишь, почему мне нужно вернуться, go back, I've got to, это как я должен, я вынужден, то есть как I have to go back, то же самое, I don't belong here, I belong in your world, I hope you, I don't belong here, belong, давайте запишем, belong, это принадлежать, я пою своим студентам песню, Лени Кравиц, I belong to you, and you belong to me too, belong to, это принадлежать кому-то, но в данном ситуации у нас нету, посмотрите, I belong in your world, я принадлежу, я отношусь к твоему миру, belong in, это принадлежать к некому месту, принадлежать, относиться, в скобках напишу, к некому месту, вот она разница, то есть в зависимости от объекта, у нас меняется предлог, I belong in your world, at Hogwarts, еще говоря про belong, словообразование классное нужно, belongings, у нас получается, и это принадлежности вещи, в самолете говорят, don't forget your belongings, не забудьте ваши вещи, это единственное место, где у меня есть друзья, I have friends, это более американизированная версия, то, что мы в школе запоминали, I have got friends, это британская версия, фильм все-таки британскими актерами, поэтому идет британская приоритет, I have got friends, friends who don't, здесь в Добби, вот послушайте еще раз, он использует слово even, давайте, it's the only place I've got friends, friends who don't even write to Harry Potter, такое бывает, то, что в субтитрах они полностью слова используются, что-то теряется, вот как здесь у нас слово even, потерялось, здесь у нас write to, думала вам записать, но вообще на самом деле write somebody тоже мы говорим, write Harry Potter, это американская версия, опять же, write to Harry Potter, это британская версия, вообще в языке куча таких разниц между американской формацией и британской. I expect they pain, да, здесь он так размышляет, думает, я полагаю, то есть I expect, это не только как ожидать, но и как полагать, я ожидаю, что они были, может быть, заняты, либо еще что-то идет у нас результат. Крутая грамматика, hang on у нас идет в начале, такое фразовое, подожди-ка, ну-ка, постой-ка, вот здесь поподробнее, hang on, how do you know my friends haven't been writing to me? Здесь идет время present, perfect, continuous, то, что они не писали мне и до сих пор они не пишут, то есть у нас идет такой микс между present perfect и present continuous, то, что у нас есть результат уже на данный момент и процесс продолжается, что они не писали, это грамматика, когда-нибудь я запишу этот урок, тогда подробно можете ознакомиться. Окей, пока по конструкции, просто привыкаем, haven't been writing to me. Кстати, это к тому еще, что многие говорят, а как же так, не используют же они эти времена? Ничего подобного, вот посмотрите кусочек пять минут из Гарри Поттера и увидите, что там вся палитра времен используется. Не должен Гарри Поттер злиться на Добби. Посмотрите предлог be angry with. Вообще, многие знают, что angry это зло, но то, что предлог with используется с этим прилагательным, затрудняется ответить, поэтому злиться на кого-то. Be angry with Добби. Идет согласование времен, тема косвенарии согласования времен. Добби хопт, прошедшее время, то если Гарри Поттер thought, подумал, да, у нас все идет в прошедшем версии, второе предложение, то есть вот это вот хопт оказывает влияние на последующие глаголы. Думал, что его друзья had forgotten him, идет время past perfect, еще до этого, то есть у нас две точки в прошлом. То, что дальше, в прошлом, это past perfect, то, что ближе к нам, это past simple, таким образом, что если Добби надел, что если Гарри Поттер подумал, что друзья его уже тогда забыли, возможно, что он не захотел бы возвращаться в школу. У нас may, might, could, это опять же фразовые глаголы слабой уверенности, что есть такая вероятность. Вообще, в классической грамматике may в прошедшем времени изменяется на might, и здесь Добби абсолютно правильно говорит, Гарри Поттер возможно не захотел бы, то есть не may, а might, вернуться обратно в школу, сэр. То есть may на might в прошедшем контексте мы меняем по строгой грамматике. Здесь у нас идет тема указательные местоимения. Дай мне вот то, что у тебя в руках, то есть те письма. В отличие от русского у нас дай мне это, сейчас же, дай мне эти письма, сейчас же, то есть мы как будто бы уже держим это. В английском нет, у них идет this, that, местоимение указательное, и во множественном числе these, those, и все эти четыре местоимения одинаково часто используются. Get back. То же самое, что come back, да, возвращайся сюда. тоже авторитетно, авторитарно так заявляет, да, должен сказать, что у него нет планов, как бы he is not going back, он не возвращается обратно в школу, что он сто процентов не поедет в школу. Я физически так не могу сделать, I can't. Хогвартс, мой дом. У нас, мы говорим, Хогвартс, мой дом, у нас нет глагола в английском, в каждом предложении должен быть глагол, и, соответственно, Хогвартс является мой домом. Моим домом мы из вставляем. Then Dobby must do it, for Harry Potter's own good. Then Dobby must do it. Тогда Dobby должен это сделать, сэр, для блага самого Гарри Поттера, for Harry Potter's own good, собственный, он это владеть собственный. И, в котором, он был, и, 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 У нас есть нефью, а есть неиз. Нефью это племянник и дальше мы напишем неиз также. Это мой нефью, он очень такой несбалансированный, он неустойчивый, психологически disturbed. Meeting strangers upsets him. Upset это удручать, расстраивать в таком значении, то есть I'm upset, да я грустный. That's why I kept him upstairs, поэтому я держал его наверху. У нас есть upstairs, это вверх по лестнице мы идем и downstairs вниз по лестнице. И сейчас, чтобы проверить свои наработанные навыки, предлагаю вам также закрепить все прослушивание. Так, давайте послушаем, вот отсюда у нас, вот здесь идет, окей? Без субтитров. Без субтитров. Без субтитров. Нет. Необходяйте, но это не очень приятно, чтобы я у вас в доме. О, да, добби понимает. Но добби сказал, что добби сказал, что это сложно. Добби думает, где начать. О, да, не так. Сит, да, не так. Сит, да. Сит... Сит, да? Oh. Ох-ху-ху-ху-ху-ху. Ох-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Спокойную, ош-ху-ху. 我 на sausagesу вас не Dusty Добби З 스частникisch. Оффент Добби Добби financially рекима nuestros всеми с understands ВыOne Ec großes Музыр murder. Слышь! На, я пока! Это было ужасно, что ты сказал! БАДОБЫ! БАДДОБЫ! 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 СТОП. БАДДОБЫ! 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 ПОТ! БАДДОБЫ! ЦИептите на линии в полк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok